Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухрариева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Самый крупный кизиловый сад в Европе. Об уникальных плантациях в Буйнакском районе, которые простираются на гектары, расскажем в выпуске. 40 утренних намазов без пропуска. Таким образом, отличились дети из Кизилюртовского района. 44 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых наград. Победой сборной Дагестана по смешанным боевым искусствам «Ориентал и ММА» завершился чемпионат России. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает Следственный комитет республики. Напомним, накануне в поселке Семендер легковой автомобиль опрокинулся в канал имени Октябрьской революции. На момент ЧП в машине находились один взрослый и трое детей. Их вытащили из воды прохожие, свидетели происшествия. Двое мальчиков в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где, несмотря на усе усилия врачей, один из них скончался. Водитель, 23-летний махачкалинец, в ходе допроса рассказал следователям об обстоятельствах, которые привели к трагедии. Я обогнал машину, не справился с управлением, но я еще отъехал, не справился с управлением. Меня чуть занесло и попали в канал. Уголовное дело против молодого человека возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него мер пресечения. По уголовному делу проводят следственные действия, направленные на усыновление всех обстоятельств произошедшего. Дагестан оказался в тройке регионов лидеров по росту числа предпринимателей. В нашей республике за 2023 год их увеличилось на более чем 10% по сравнению с предыдущими периодами. Об этом свидетельствует исследование «Банка.Точка». Наибольшая занятость дагестанцев отмечается в сферах интернет-продаж и туризма. Так, число интернет-магазинов у нас выросло на 65%. Туристических агентств и туроператоров – на 28%. Помимо этого, наблюдается рост гостиничного бизнеса и хостелов на 14%. В Дагестане заложен самый крупный кизиловый сад в Европе. Расположен он в Буйнакском районе в селе Кафыр-Кумух. Накануне на хозяйстве побывала и правительственная делегация. Всего сад разместился на площади более 40 гектаров. Саженцы были завезены из Крыма. Насаждения подпадают под параметры интенсивного сада. На гектар приходится около 900 деревьев. На кизиловой плантации созданы необходимые условия. Построено водохранилище, смонтирована система капельного орошения и система контроля влаги в земле. Естественно, эти проекты не останутся без развития. Естественно, 40 гектаров посаженного кизилового сада потребуют и переработку, и хозяйство планируют построить. 40 утренних намазов без пропуска. Таким образом, отличились дети из Кизилюртовского района. Накануне они посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Встреча состоялась в конференц-зале духовенства республики. Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедова. Навстречу с муфтием Дагестана приехали дети из села Сутан-Янги-Юрта Кизилюртовского района. Они в течение 40 дней посещали мечеть в своем населенном пункте и совершали утренний намаз вместе с имамом. Среди них ребята школьного возраста и даже младше. Когда я просыпался, я был не такой ровным. Потом, когда несколько дней сел, я привык туда ходить. И, ну, был такой счастливый. Раньше, когда я просыпался, или в школу, или куда-то рано нужно было идти, ну, сон не был, сложно было просыпаться, холодно было, ну, не привык. И сейчас, когда я просыпаюсь на утренний намаз, и хорошо просыпаться тоже, и уже привык, привычное состояние уже. В мечети тоже хорошая была обстановка, много детей приходило. Маленькая мечеть была, квартальная, туда много детей приходило тоже. И разолипа, несколько сразу сладостей, и выбор тоже был. Вы отличаетесь тем, что вы первый. Даже если с других населенных пунктов по тысяче будут ходить, все равно вы первый. А ты? Это у вас никто не отнимет. Духовный лидер республики поблагодарил родителей и отметил важную роль в воспитании ребенка. Со своей стороны, матерям детей, в качестве признательности за их труд, Муфтий подарил пять путевок на святые земли Мекки и Медины. Пять умра, которые я вам хочу дарить, это только если будет женщина, а мужчины пусть как хотят добираются туда. Это просто знак уважения, знак признательности. Услышав о начале конкурса, я так как ребенок маленький, ему всего пять лет, он у нас не ходил с первого дня, но взяв его один раз, второй раз, он очень легко вставал на намаз, и ему это понравилось. Потому что утром там раздавали сладости для детей, его это замотивировало, и он уже не пропускает, у нас 40 дней он ходил. Дети, которые каждый день ходят на намаз, они общаются, они между собой, они следят. Они вот после намаза, они сразу брали этот листок, чтобы отметить, кто есть, кого нет. Если кого-то нет, они сразу, наверное, он болеет, интересовались, почему этот именно мальчик не пришел на намаз. Конечно, у них и общение, и вокруг имама, вокруг мечети, один сплошной позитив. В ходе встречи шейх Ахмад Афанди также обратил внимание на соблюдение детьми, правил дорожного движения, чтобы взрослые уделили этому особое внимание. Муфти также сделал акцент на учебе детей в школе, чтобы они отличались высокими оценками как за интеллект, так и за хорошее поведение. Много происходят дорожно-транспортные происшествия, особенно когда велосипеды дают, их надо максимально учить, соблюдать правила и перехода, и не только просто учить, и чтобы они привыкали к этому. И второе, например, они от других учеников отличались тем, что они утренний намаз посетили. Обязательно у них должны оценки отличаться от других учеников на 1-2 балла. Если могут получать пятерки, да, хорошо. Если вдруг пятерка не получается, чуть-чуть поздно уснул, или же чуть-чуть гулять захотелось и не успел урок учить, но четыре, но не три. Три ни в коем случае вам нельзя, вам непростительно это. Когда утренний намаз вот так совершили вместе с имамом, все люди, предводители исламовыми довольны, и в этом случае, если или же поведение у вас будет в школе плохим, или же оценки будут такие слабые, неудовлетворительные, это, конечно, непростительно. Вот два вопроса у меня. Чтобы вы соблюдали порядок перехода улицы и на велосипеде, и тогда пешком идёте, и второе, чтобы оценка поведения, чтобы у вас было хорошее. Я за вас очень рад, очень хорошо. Джамату тоже от меня. Салам передайте. Организаторы завершили первый этап марафона, который назывался «Соверши утренний намаз с имамом». В качестве призов и подарков ребятам вручили дипломы участников, 30 велосипедов и много других призов. В настоящий момент запущен второй этап. В одном селе у нас в Султане-Гюрте 214. 200 и более детей ходили и ходят на утренний намаз. Насчёт этого хадиса, кто совершит 40 намазов вместе с имамом Джаматия, не пропуская, этот человек получает две вещи. Это первое, он очищается от лицемерия, от нефак. И второе, Всевышний Аллах сохраняет его от ада. Вот мы, заботясь о будущем нашего села, о будущем наших братьев, мы решили именно с этого и начинать. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Алиас Хаб Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал Ананте, Махачкала. Духовный лидер республики провёл встречу накануне и с представителями СМИ подведомственных Муфтиято. На мероприятии присутствовали сотрудники радио и телевидения, газеты и интернет-ресурсов. Говорили о проделанной работе, о творческих задумках и рабочих планах. Подробнее в сюжете Айши Тухаевой. Периодически я дуа делаю. Дуа делаю я своим родителям, своим детям, работникам, кто помогает Исламу. Ну, конечно, хоть нескромным муридам тоже всем дуа делаю, но это к нашей работе отношения не имеет. Но один человек может попадать под трем-четырем статьям. Мурид, работник, мусульманин, не мешающий, несколько статьям может он под это попасть. И я искренне вам говорю, на том свете, если Аллах нам даст возможность, вы не думайте, я, мои родственники будут в отдельном положении, а муриды нет. Всем, где я, вы, где вы, я. Мы одна семья, одна команда. В этом не вы, не сомневайтесь. Руководители СМИ рассказали о проделанной за 2023 год работе. Поделились своими идеями и планами. Началась встреча с доклада главного редактора газеты «Ассалам» Хасана Фанди Махмудова. Газета с недавних пор имеет два формата выпуска – федеральный и региональный. Она выходит на 13 языках народов России и стран Европы. Но возникла необходимость выпускать ее еще и на французском и узбекском языках, что в скором времени осуществит рабочий коллектив газеты. Для этой газеты дагестанской мы подключили наших Алимов. Мы работаем с преподавателями Дагестанского гуманитарного института, также Центр изучения истории предыгии, это «Врата истории» называется, также Муальмов из Диву. Потом некоторые сотрудники отдела науки, также студенты дагестанского университета пишут для газеты. По поводу наших возможностей еще хочется сказать, например, некоторые, наверное, есть среди вас, кто в государственных службах работал, «Когда один штат нужно увеличить?» Что нужно делать? Написать заявление в вышестоящей организации. Пока это заявление дойдет, пока резолюцию поставят, пока обратно сюда придет, потом, наверное, Министерство финансов, в общем, сколько процедур, в лучшем случае, наверное, через год. Аллах видишь нам, какие дали возможности. Сегодня вы хотите кого-то обязательно, если вы скажете, одного человека надо брать, бери. Даже заявление не надо. Вот такие возможности Аллах, когда нам дал, как будет простительно, если мы даже одну минуту пропускаем без полезной работы. Цифры впечатляют. 30 лет газете «Ассалам», ее тираж – 200 тысяч, 16 лет исполняется «Радио Ватан». Все эти годы радиостанция является источником получения достоверной информации об исламе не только во всех уголках нашей страны, но и в странах зарубежья. Пользуясь случаем, я, конечно, хотел бы еще и еще раз обратить внимание на то, что у нас есть возможность дополнительно эту работу усилить, предложить площадке и возможность у нас есть для того, чтобы еще больше слушать алимов, еще больше слушать наставления, делать вещи, которые будут приносить пользу. Конечно, и есть и фетвы, которые звучат, и слово имама есть, и книги читаются, много что есть. Алхамду лилля. Пусть Аллах будет доволен всеми теми, кто помогает. На радио «Ватан» поступают сообщения и звонки из разных концов света. Недавно позвонил слушатель из Норвегии для того, чтобы поблагодарить любимую радиостанцию. Хочу обратить внимание ваше, вот то, что наша работа идет вперед. Это, опять так, я говорю, кто-то может с кем-то связывать это. Это говорит о том, что это все идет только по воле Всевышнего. Красноярске, где Мухаммад Расул и другие называют, не было. А Аллах же там распространяет и газету, и радио, и что угодно. Это говорит о том, что то, что это происходит, проходит за то, что мы делаем ради Аллаха. Там границы нет, там таможни тоже нет. По гранслужбам – это Аллах распространяет, дает возможность, и тем людям дает желание слушать нас. Пресс-служба Муфтията Республики освещает все события исламской жизни, не только Дагестана, но и за ее пределами. Работа вузов, СУЗов, благотворительных и антикризисных организаций, больниц, поликлиник, СМИ и других подведомственных Муфтията-учреждений получает освещение благодаря слаженной работе пресс-службы. Взаимодействие с телевизионными каналами ННТ, ГВК и ГТРК. Эти каналы подробнее рассмотреть. Для ННТ мы ежедневно готовим новость о деятельности подведомственных Муфтията-организаций. Для ГТРК «Дагестан» мы готовим 20-минутную передачу, которая называется «Духовная жизнь» с наставлением богослова культурно-историческим духовным наследием Дагестана, актуальными новостями и ответами на злободневные вопросы. Хочу обратить внимание, например, каждый, и сайт, и радио, и ННТ, все говорят там, вот этот отдел хорошо, вот этот отдел хорошо. Например, человек подойдет вам и скажет, да, Мухаммад Асул, понятно, или же Ахмад, ваш отдел хорошо работает. Вот другой отдел, ну, нехорошо работает. Там плохие люди, там или же неграмотные люди. если в этом случае вы сможете сказать нет, если они плохо работают, значит, мы тоже плохо работаем. Не может быть одной семьи, один сын вообще плохой, один сын как ангел. Если вот так вы можете отвечать, тогда можно сказать, что наша работа хорошо идет. Не только там, когда одного хвалят, значит, хорошо. Другое пускай будет, там даже трава пускай у них не растет. Вот это тоже вы постарайтесь прививать у себя. Если там скажут, там кто-то так, кто-то так, мы все, кто с нами работает, они все хорошие. Новый съемочный сезон запущен телеканалом ННТ. Телепроизводство осуществляется не только в пределах России, но и за рубежом. Новости, развлекательные передачи, аналитические выпуски и даже кинематография. Султан Трамов, бывший директор телеканала, занимает сейчас должность продюсера всего медиахолдинга, а на ННТ новый руководитель, но давний работник канала Ахмат Ибрагимов. Непростой год выдался именно для телеканала. У нас были сложности вначале. Но, аль-хамду-ля, мы с ними справились. Основные задачи, которые были на нас, в принципе, мы с ними справились. Одна из таких важных частей, я могу обознать, что это выход на самоокупаемость той телеканал. Аль-хамду-ля, уже финансовая часть вырос. То, что Султан говорил, например, вот Султан сам заметил, он в 18-м году пришел, и он сам говорит, ну, я рад, хотя некоторые люди предупреждали, что там тебя не примут. А неужели Султан вот в течение 5-6 лет здесь недостатков не увидел? Почему не убежал? Я отвечу. Потому что порядочный человек. Потому что он знает, без недостатков люди не бывают. Хочу обратить ваше внимание на вашу аудиторию. Вы должны рассчитывать и как-то подумать передачи на разные... Конечно, вы это делаете. Ну, все-таки я говорю свое видение. Почему я это свое видение говорю? Потому что если вдруг думаете, я другого мнения придерживаюсь, чтобы вы знали мое мнение. Например, бывает аудитория, вот религиозные люди бывают. Бывают верующие люди. Бывают люди других конфессий, кто придерживается, но которые с нами не враждуют. А вот на все вот эти категории мы должны рассчитывать. Электронные СМИ подведомственные Муфтияту Дагестана пожалуй в стране самые читаемые из интернет-ресурсов с исламской тематикой. Islamdag.ru работает с 2005 года. Его аудитория уже давно вышла за пределы региона и сегодня охват – это весь мир. Меняются алгоритмы и методы продвижения сайтов, но рабочие коллективы приспосабливаются к новым инструментам. Те продукты, тот контент, который мы создаем, она в основном до людей доходит не через наш сайт, а через социальные сети, в которых мы присутствуем. И из них можно на сегодня выделить это, конечно, YouTube. Вот представьте себе, если, допустим, за целый год на сайт могут прийти от 3 до 5 миллионов человек, то в YouTube 3-5 миллионов это за один месяц как очень наш продукт, то есть не проблема. Не только успехи, но и те моменты, которые нужно исправить, обсудили на встрече. Хотя многое из того, что перечислили к исправлению, не зависит непосредственно от работников СМИ. Степень ответственности столь высока, что нужно предостерегать от погрешностей даже гостей теле- и радиовещания. Я стараюсь быть помощником, хочу вам не вредить. Вот моя функция. И когда про вас кто-то плохо говорят, вот это я даже вас кого-то, может, я не знаю на лицо. я вас как своих самых близких людей, как своих родных детей защищаю. Я говорю за них, я буду давать клятву, что они хорошие. Почему я так говорю? Потому что, говорю, возле меня плохих людей не бывает. Они все хорошие, и за них я отвечаю. Ну, несколько раз, может быть, два-три раза так пришлось говорить, и я сказал. За вас я, иншаллах, и дальше надеюсь вот так отвечать. Заместитель муфтии республики, который является непосредственным участником встреч муфтия Дагестана с подведомственными учреждениями, отметил, что наиболее теплых комментариев удостоились именно работники СМИ. Завершил встречу муфтии Дагестана шейх Ахмад Афанди наставлением, на котором акцентировал внимание на предыдущих встречах. Вы люди, которые то, что алими говорят, вот людей красиво вы можете преподнести, и цена этих проповедей вы можете поднимать 10 раз, 20 раз больше. Поэтому от вас много зависит на ваших плечах, большая ответственность. После встречи наиболее отличившихся работников наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Алясхаб Магомедов, Ислам Халиков, Шамиль Хирисулаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. Победа и сборная Дагестана по смешанным боевым искусствам Ориентала и Мама завершился чемпионат России. Соревнования с участием около 500 спортсменов из 20 регионов страны проходили в эти выходные в Москве. Наши бойцы под общим руководством Бадави Гасанова завоевали 67 медалей, из них 44 высшего достоинства, еще в активе команды 16 серебряных и 7 бронзовых наград. Такой солидный багаж позволил Республике Дагестан занять первое место в командном зачете. При успехе на этих соревнованиях также подопечные тренеров Камиля Капурова, Магомеда Курбанова, Камиля Абдурахманова, Османа Гаджимусаева, Гаджимурада Мусал Магомедова, Магомеда Исаева, Багира Магомедова, Мансура Асварова и Эмиля Мирзабекова. Победители чемпионата России станут участниками мирового первенства в Индонезии. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова